При виде прекрасного исполнения спортивного или музыкального номера мы часто говорим об одаренности человека, и как правило так оно и есть, но в основе такого исполнения лежат годы подготовки и тренировки. Исследователи пришли к выводу о том, что для развития мастерства в спорте, в музыке, в науке, в развитии специальных рабочих навыков, в области медицины, юриспруденции и так далее, требуется огромное количество времени. Один из таких экспертов утверждает, что требуется 10 тысяч часов упорных тренировок для достижения мастерства мирового уровня в любом деле. Как для обретения физических или умственных способностей требуются повторения и постоянные усилия, так же это нужно и в делах духовных. Бывают музыкальные упражнения, вокальные, упражнения на фротепиано. Точно так же, чтобы выставить фундамент своей веры и продолжать расти, вам нужно повторять основные шаги, ходить в церковь, ходить в семинарии, читать священные писания, регулярно молиться, любить свою семью. Любишь меня? Я думаю, что вера — это процесс длиною в жизнь. Просто эти малые и значительные достижения со временем складываются вместе и становятся той частью вас, которая движет вами в трудные времена. Когда заложены первые основы веры, пусть даже подкрепляемые духовными впечатлениями, это не означает, что мы не будем сталкиваться с испытаниями. Обращение в Евангелие не означает, что все наши проблемы будут решены. Это готовит вас духовно. Когда приходят тяжелые времена, вы можете мысленно вернуться к тому времени, когда ощущали сильное влияние Духа. И вы можете мысленно обращаться ко всем тем знаниям, какие вы получили. И ничто не поколеблит ваш Дух, потому что у вас будет это крепкое, прочное основание, с которым вы выросли или которое вы развили в себе. Я замечаю, что когда наваливаются невзгоды, то сразу начинаешь очень-очень горячо молиться. Так как в такие моменты особенно чувствуешь потребность в том, чтобы Небесный Отец был в твоей жизни и мог направлять тебя. Если у вас нет такой связи с Небесным Отцом, то в трудные времена, как мне кажется, вы как будто идете против ветра. У вас нет якоря, который удерживал бы вас и давал эту огромную поддержку в такие тяжелые периоды. У нас у всех случаются потрясения, но важно то, как мы справляемся с ними. И то, что помогает мне всегда, это мое свидетельство о Евангелии Иисуса Христа. Имея такое свидетельство, я всегда могу находить силы в любых бедах и невзгодах. Не стоит воспринимать невзгоды как Божью немилость или знак того, что Он лишил нас Своих благословений. Противоположность во всем – это часть огня очищающего, необходимого, чтобы подготовить нас к вечной целистиальной судьбе. В конечном счете, наша вера в Иисуса Христа составляет главную основу нашего вечного спасения и возвышения. Как учил геломан своих сыновей, помните, что именно на камне нашего Искупителя Христа, Сына Божьего, вы должны построить ваше основание, твердое основание. И если люди будут строить на таком основании, они не падут. Субтитры создавал DimaTorzok